Себастьяна Лучани Проблизительно в 1485 году был учеником Джованни Беллини В своих ранних произведениях пьем вот чувствуется влияние Джорджоне и Тициана В 1511 году художник переезжает в Рим, куда его пригласил знаменитый банкир Агастино Киджи Для украшения живкостью своей вилы, известной теперь под названием Форнизинской Здесь были написаны им сцены из Метаворфоса Виде и другие работы Фрески не понравились заказчику, впоследствии чего художник был устранен от дальнейших работ Остался все же он в итальянской столице, сблизился с Рафаэлем Искоре его работа приобретает строгость, становится более уравновешенными Но при этом не теряет венецианский особый колорит Вскоре он сделался одним из замечательных и известных портретистов и историческим живописцем-эклектиком На которого многие из его современников смотрели как на нового мессию живописи Так написано в Википедии После 1515 года картины Себастьяна Диапиомба обретают драматическую окраску Это связано с влиянием Микеланджело, которое тот оказывает на художника Работы художника, созданные в период контрреформации, отличаются мрачной суровостью образного строя Которые свидетельствуют о кризисе художественных принципов Высокого Возрождения В 1527 году нашествие немецко-испанских войск на Рим заставило художника удалиться в Венецию из Рима Где он написал несколько картин, среди которых портрет Андрея Дарья И, конечно же, картины Несения креста Возвращение получил от папы римского Климента VII Доходную должность хранителя и прикладывателя пенцовых печатей папским буллом и грамотом Но отсюда и прозвище Дальпиомба Пиомба – это свинья По этому случаю принял об обет монашества Под конец своей жизни занимался почти исключительно портретами Упражнялся в стихосложении Себастьяна Дальпиомба принадлежат портреты многих его известных современников Это Христофор Колумб, папа Климент VII, Джулия Гонзага, Петра Аритина и другие Ну и, конечно, его биографию описал Джорджа Вазари Себастьяна Дальпиомба умер в 1547 году в Риме Вот все, что я нашел в Википеде у художника Себастьяна Лучани Или Себастьяна Дальпиомба Итальянский живописец, представитель венецианской школы Вот посмотрите работы, которые я тоже нашел в интернете Вот все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока Субтитры подогнал «Симон»